На седьмом десятке с уставами все в порядке Наталья Остапишина Огромная вам благодарность за ваши труды Пользуюсь 30 лет и не устаю благодарить Вопрос есть мнение, что при высокой температуре тела Все паразиты в теле перегорают и выходят природным путем Что по этому температуру лучше не сбивать сразу это правда? Благодарю за ответ Тоже интересный вопрос И на этом, я думаю, мы с вами и закончим отвечать Отвечать на вопросы А будем делать видос То есть это, как сказать, наша тема Подъем температуры Вот смотрите Если в организм поступает что-то Или попадает что-то чужеродное Например, какая-нибудь отрава Возьмем этот случай Как правило, для того, чтобы разрушить эту отраву Организм поднимает температуру Он пытается с помощью подъема температуры Активировать ферменты, которые все это дело разлагают Активировать выработку там Лейкоцитом, лифоцитом Для того, чтобы они все это Быстрее так же разрушали И выводили вот вон из организма Плюс активируется Что? Активируется при высокой температуре Потоотделение Это очень важно заметить Для того, чтобы быстрее вывести Потоотделение активируется Активируется Вот Прослабление организма То есть через кишечник организма удаляет все это Проносит человека То есть это вся такая Как бы сказать Специфическая ответная реакция организма На то, что если у организма попадают Какие-то несвойственные ему вещества Чужеродные Которые он пытается их быстрее вывести Подъем температуры Потение И плюс Прослабление Если же попадает инфекция То есть попадает разного рода Микроорганизмы и прочее, прочее, прочее Которые начинают в нем размножаться То есть попало, грубо говоря, там два каких-нибудь микроба Вируса и так далее Организм их и не заметил, что они там попали Но вот они начинают размножаться Их количество увеличивается Организм уже, ага, реагирует О, у нас что-то происходит несвойственно И опять-таки, для того, чтобы вот Отреагирует полноценно на Вот это вот Чужеродные микро-микробы Поднимается температура Вот смотрите Особенно это наглядно проявляется Когда идет заражение крови А именно Во время малярии То есть человека укусил комар Занес вот эту вот Малярийную Микроорганизм Который начинает развиваться Потихонечку жрать Значит, что там там Красные кровяные тельца Что происходит? Организм Организм С этим борется Он Поднимает температуру И значит, что происходит При высокой температуре При высокой температуре Ну, примерно под 40 градусов Важно Понимать, что Наш организм Он может существовать Еще при температуре Примерно Тело Когда поднимается Где-то, наверное, 41 Наверное, максимум 42 градуса Дальше Начинают сворачиваться Ферменты Разрушаться И Начинается Гибель А вот эти все Микробы Они Начинают Разрушаться Еще раньше То есть Они где-то Разрушаются При температуре 38-39 Возможно Там 40 градусов И поэтому Вот Организм Это его Естественная Реакция На вторжение Чужеродных Микробов Для того Чтобы их Убить и вывести Он поднимает Температуру Чтобы их Пережечь С помощью Значит Температуры Во время Которые Активны Особенно Вот эти все Ферменты И Лейкоциты Которые Их пожирают То есть Быстрее Все это Образуется Грубо говоря Организм Готовится К мощным действиям Он все Отключает Он только Направлен на то Чтобы с помощью Температуры И выработки Вот этих Лимфоцитов И прочих Иммунных тел Вот эту всю Инфекцию Подавить И Начинается Естественно И пот Как вот На малярию Вот Посмотрите Значит Температура Патоделение Естественно Человек Ничего не хочет Есть Во время Вот такого Вынужденного Голодания Защитные силы Возрастают Не надо Там ничего Давать Организм Сейчас Работает Не на пищеварение А он Работает на то Чтобы вот эту Всю Эту инфекцию Подавить И избавиться От нее Поэтому Это естественный Процесс Который Который Надо бы Подержать Естественно Если Не происходит Полноценного Убиения Этой Болезнетворной Микрофлоры А процесс Температуры Поддерживается Организм Истощается И вот тут Начинаются Неприятные Вещи Ну как правило Вот даже Приступ Малярии Организм Большую часть Как правило Убивает Потом Значит Температура Снижается Человек Слабый Какое-то Время Восстанавливается За это Время Восстановление Как организма Так и Значит Вот этих Малярийные Инфекции Малярийные Инфекции Тоже Туспевает В какой-то Мере Восстановиться И дает Новый Приступ То есть Почему Не повторяется Через Какое-то Время Ну есть Так что В какой-то Момент Допустим Полностью Это все Уничтожается Малярийные В смысле В смысле Инфекция А есть Не уничтожается Она вот так Вот Периодически Повторяется И истощает Организм И Человека Не стала Малярийная Лихорадка Почему Она Видите Называется Человека Лихорадит Температура Под отделение Что я должен Сказать Что Возможно Возможно Могут Отойти И Глисты При Высокой Температуре Ну как-то Как-то Видите Вообще Задача Задача Паразита Особенно Вот этих Глистов Жить в организме Так Чтобы Организм И не замечал Что они Живут В нем Поэтому Как правило Они себе Живут И человек Практически Не догадывается Что у него Там Учревит Довольно-таки Много Паразитов Но тем не менее Тем не менее Высокая Температура Работает И Следующее Теперь важно Отметить Что Можно Искусственно Создавать И создают Подъем Температуры Тела Для того Чтобы Бороться Уже С Онкологическими Клетками Которые Считаются Чужеродными И при этом Уже Проводились Исследования И И сейчас Как раз Баня Появилась Интересно Такая Новая Можете Посмотреть Как-то Она называется Бан Баныч Свою Эту Парную Они Рассказывают Там Температура Повышается Где-то Допустим Градусов До 50 Так Чтобы Человек Мог Выдержать Температуру Вот этот Подъем Температуры Или даже До 40 С лишним Ну Это Можете Посмотреть Там Мой Знакомый Александр Об этих Банях Рассказывает И Человек Там Находится Несколько Часов И Как раз Вот эти Немцы Говорили Что Для того Чтобы Выжечь Онкологию Вот эти Метастазы И прочее 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 Надо Поднять Температуру Тела И Продержать Ее Естественно Не 10 Не 20 Минут А поддержать Ее Довольно Таки Долго И Вот Как раз Вот В этой Банне Человек Может Находиться Там 2 часа 3 часа При этом Вот Как раз На вот Этой Границе Подъем Тела Идет До Там Допустим До 40 Где-то Там Градусов Жизнедеятельность Полностью Значит Сохраняется Но Вот Эти Вот Все Процессы Они искусственно Усиливаются И идут И в результате Уничтожается Это онкология То есть Выжигается За счет Повышения Температуры Которая Действует На них За счет Повышения За счет Усиления Активности Ферментов Там Лимфоцитов Которые Все это дело Разрушают Выводят То есть Интересные Вещи Оказывается Можно С помощью Парной Процедуры Делать При этом Говорю Не надо Там Какие-то Там 90 100 110 Температуру Повышать Потому что Она Больше Начинает Ожигать Тело Снаружи А важно Важно Вот такой Комфортной Температуры Прогревать Тело Изнутри И за счет Чего Добиваться Вот как раз Уничтожения Разного Рода Бактерий Вирусов Грибков И прочих Паразитов Они Не выносят Эту Температуру Это Одно И Теперь Кстати Во время Бани Происходит И потение То есть Там Процесс Такой Многогранный Как Убиение Так И выведение Через И теперь В связи С этим В связи С этим Очень Важно Подчеркнуть Другую Процедуру Это Мокрое Обертывание Называется На еще Испанский Плащ Пришло С глубокой Древности Севастьян К ней Отец Водолечения Его Рекомендовал А он Естественно У других Людей Перенял Что тут Происходит А происходит Следующее Очень интересно Возможно Даже лучше Нежели Нежели Вот это Вот все О чем Я там Рассказал То есть Одно Дело Когда человек Заболел Грубо говоря Малярией И тут Организм Сам Поднимает Что касается Допустим Лечения Там Ну Грубо говоря Онкологии Это вот Парная И плюс Еще я знаю Уколы Делают Сделали укол У человека Температура Поднимается И начинается Вот этот Вот Его там Лихорадит Вот это Выжигать И наконец Таки Вот это Вот Холодное Обертывание И тут Инь Переходит В янь Чем больше Инь Тем больше Янь А именно Человека Закутывают В холодную Простынь Она Знаете Так Должна Быть Довольно Таки Хорошо Смочена И вода Холодная Должна Быть В простынь Света И сверху Укутывают Перинами Ну там Технологии Я так понимаю Я разок Делал И знаю Целлофан Ложится Там На Диван Допустим Вот как у меня Там стоит Диван На кровать Ну Чтоб Пожестче Было Далее Человека Оборачивают Вот Эту Простыню Смоченную Желательно Ледяной Водой Вот так По горлышку Вот И сверху Наверное Наверное Или целлофан Поверх Простыни А вот Уже Поверх Целлофана Кладут Перины Очень важно Вот такие Одеяла Чтоб они В первую очередь Полностью Окутали Чтоб человек Находился Вот такое впечатление Как будто он В термосе Находится Но этого Мало Надо еще Придавить То есть Одеяло Должно быть Тяжелое Вот Советуют Перину И В результате Вот всего Вот этого Когда Кладется еще Перина Тяжелая Наступает Очень интересный Эффект Человек Лежит Вот в этой Вот Холодной Простыне И он Пытается Согреться Он пытается Согреться Знаете Мерзый Там Зуб на Зуб Не попадет Ну это Буквально Такие Первые Где-то Минут Пять То есть Вот этот Вот Инь Холодная Вода Возбуждает Жаркий Янь Который Находится Внутри Организма То есть Постепенно Ну в течение Пяти Там Десяти Там Минут Человек Разогревается И у него Начинает Вырабатываться Мощное Тепло Внутри И Становится Такое Впечатление Как будто Ты находишься В бане Тебя Вот это Вот Организм Сам Вырабатывает Это тепло Начинается Значит Прогрев Мощный И в результате Чего Опять-таки Открываются Поры И начинает Выходить Все лишнее Ненужное Что имеется В организме Плюс Вот эта Вот высокая Температура В некоторых Случаах Она там Выгоняет Паразитов Прямо Они вылазят Через кожу Грибков Там Они тоже Какие-то Вещи Тот Кто Регулярно Это делал Как раз Рассказывает Об этом Феномене Что Какая-то Ерунда Вылазит Из организма То есть Вот эта Процедура Испанского Плаща Она Видите Очень Оригинально Применяется Идет Повышение Температуры Которая Как Уничтожает Все Болезнетворное Внутри Организма Плюс Идет Выведение Через пот Плюс Идет Активация Вот этих Всех Ферментативных Процессов И человек Чувствует Себя Как будто После Бани Знаете Так вот Расслабленный Прогретый Очищенный Ну Естественно Таких Процедур Надо повторить Там Несколько Для того Чтобы полноценно От чего-то Там Избавиться То есть Вот Как раз Вот такая Вот Мысль О Подъеме Температуры Как Естественном Факторе Исцеления И Ее Ее Особенно При Каком-то Инфекционном Процессе Когда Вы подхватили Какую-то Инфекцию Простуда Грипп Сбивать Не стоит Надо Дать Организму Поработать Над ней Если же Вы Сбиваете Температуру Тем самым Вы срываете Вот этот Внутренний Процесс Развертывания Иммунной Реакции На нее И организм Тогда не знает Что делать То он Будет Целиком И полностью Зависит От этих Таблеток С помощью Которых Вы пытаетесь Подавить Инфекцию Насколько Эти таблетки Действенны Насколько К ним привыкнут Эти паразиты Насколько Их потом Надо После Выводить Из организма Это тоже Составляет Большой вопрос И так Раза два Три Сорвал Вот такую Естественную Реакцию Организм Дальше Не понимает Что ему Делать С инфекцией Получается Какая-то Непонятка То есть У нас В природе Все было Отлажено Оставалось Только Вследовать Ей Ну вот Да И Что бы я Еще Особо Подчеркнул Во время Вот это Разворачивание Иммунного Ответа На Вторжение Болезнетворного Начала Особенно Вот этих Паразитарной Инфекции Микроинфекции Типа Грибковой Вирусной И так далее У нас Вырабатывается Ряд Ну там Биологически Активных Веществ Которые Целенаправленно Действуют На Вот этих Вот всех Микробов Современная Наука Было Замечено Что Это За Вещества И Ну будем Говорить Их Синтезировали Сделали И продают Как лекарство Но И рекомендуют Допустим При том же Гриппе Применять Там При других Инфекциях Там Как бы сказать Ага Вот это вот Вещество Вырабатывается Своим Организмом Вроде Мы Как Вне Их Снаружи Примем И все Будет Нормально Но Вот тут Но Эти Вещества Вырабатываются Как следствие Иммунного Ответа То есть Когда Иммунный Ответ С подъемом Температуры С Активацией Всех Этих Механизмов Начинает Их Вырабатывать То есть Организм Их Вырабатывает Когда Мы Их Вводим Снаружи А этого Еще Ответа У нас Тут Нет То Тем Самым Опять Таки Полноценное Разворачивание Иммунного Ответа С подъемом Температуры С потением С активацией Вот этих всех Механизмов Внутри Внутри Организма Не происходит И возможно Возможно Я так хочу сказать Разок Другой Третий Вот это лекарство Которое Мы как-то Применяем Вроде бы Оно действует А потом Оно перестает Действовать Потому что Сорван Весь наш Иммунный Ответ Все Извращено И Организм Знаете Разадаптирован Я вырабатываю Организм Это вещество Вот в процессе Иммунного Ответа С подъемом Температуры А тут Без подъема Температуры Мне пытаются Это все сделать Я не понимаю Что мне И как мне Работать И вот эти Вот знаете Непонятки Они постоянно Идут Вот В современной Медицине Вот такие вот Способы Как бы сказать Снять какой-то там Симптом И так далее А надо Полноценно Провести Вот эту вот Реакцию Активации Организма Реакцию Активации Иммунитета Для того Чтобы все Это У нас Прошло Нормально Как и положено И не застряло На какой-то Стадии И не дало Каких-то Осложнений Вот Что Важно Понимать И Хороший Был Комментарий По поводу Повышения Температуры Тела Я думаю Что я вам Так более-менее Донес Как я могу Доносить Несколько Коряво Но я думаю До разума Достучался Здорово 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 С праздником Богатырь И что ли Маму Привет Будь здорово До разума До разума До разума